Дальше. С кем в Дете хотели бы спеть? У Энни в Дете я бы с удовольствием успела бы с Питбуллем, с Энрике Глесиасом, с Шакирой, например. У нее сейчас недостаточно... она сейчас больше как мама, и не слышно уже долгое время от нее каких-то известных таких хитов и новых песен. Поэтому, я думаю, с ней было бы вообще здорово. Тем более, она в прекрасной форме. Таня, ты невероятная красотка. Спасибо. Красота помогает или мешает добиваться целей? Ну, как... Ну, сказать, что красота помогает... Возможно, что да. Да. Мне было легче сдавать экзамены в университете, когда преподаватель был мужчиной. Когда я стала победительницей конкурсов из России, то мне тоже это помогло победить на этом конкурсе, потому что действительно этот конкурс был нацелен именно по внешним данным. Добиваться цели, наверное, больше помогает правильно... Ну, как бы... Больше поможет, наверное, правильно поставить цель. И, наверное, больше помогает не внешние данные, а ежедневный труд над собой, чтобы двигаться вперед, чтобы добиваться этих целей. Внешность, я считаю, что здесь, ну, не играет роли. Но это говорю я, конечно, может быть, кому-то другому кажется, что внешность, если была бы другая внешность, то, может быть, и больше бы добивались целей. В моей практике, в моем понимании, что к девушкам, у которых есть определенные внешние данные, наверное, незаурядные внешние данные, незаурядные, это больше, как бы, такое ощущение больше внимания к таким людям. Вот. Вот. И таким образом, когда больше внимания, больше ожиданий. Вот так. И не всегда можем ожидания оправлять. Дальше. Татьяна, у вас скоро день рождения. Как будете праздновать? Да, у меня скоро день рождения, но я еще пока не решила, как я буду отмечать, потому что сейчас в идеях. Ваше любимое блюдо. Например, когда я в Украине, я безумно люблю вареники с капустой или с мясом. А когда я нахожусь, например, во Франции, я люблю хлеб. Когда я нахожусь в России, я чаще всего сдерживаю свои порывы и ем больше белую рыбу, куриную грудку и зеленые овощи. А так у мамы очень люблю борщ. Дальше. Таня, привет. А ты сама пишешь песни? Как ты считаешь, что он тебе должен сам писать для себя, или же нормально, когда для него пишет другой человек? Хороший, правильный вопрос, потому что, как правило, артист, который пишет сам себе песни, он больше понимает, о чем он поет. То есть он не то, что понимает, он чувствует эти все ощущения, все эмоции, он уже пережил в своей жизни. Он может более правильно донести до слушателя. Автор, который подарил песню или продал песню другому человеку, я думаю, что должен присутствовать на записи, чтобы передать все эмоции, все настроение песни для того, чтобы исполнитель спел достаточно круто и так, чтобы человек почувствовал это настроение. Далее. Как относитесь к пластике? Чаще всего меня этот вопрос ставят и этот вопрос задают в плане том, что и все думают, что я действительно делала какие-то операции. Хочу признаться, что этого никогда не делала. У меня не было ни одной пластической операции. Что касается тех людей, кому это, например, пластическая операция необходима, потому что они жить без этого не могут, ну, например, какой-нибудь вырожденный дефект на лице, который действительно нужно убрать, когда я считаю, что это нужно и необходимо сделать, чтобы человек себя более уверенно чувствовал. Что касается тех людей, которые прибегают к пластическим операциям, которые из года в год меняют свою внешность, и в конце концов этого человека потом не узнать, то действительно то и уже превращается в болезнь. Ничего не слышно о твоей личной жизни. Ты ее скрываешь и задумываешься насчет детей. Ну, не слышно о моей личной жизни, потому что я действительно считаю, что личная жизнь, семья — это то, что не для общего внимания. Да, действительно, наверное, это очень интересно, но я бы не хотела рассказывать о своей личной жизни всем и посвящать в свою личную жизнь у каждого человека. Я считаю, что это очень маленький круг общения, это очень маленький, не круг общения, это очень маленькое пространство, в которое нельзя впускать каждого. Есть ли у вас домашние питомцы, домашние любимцы? К сожалению, нет, из-за того, что у меня достаточно плотный график. Я уезжаю где-то в 9 часов утра, приезжаю в 10, в 11, в лучшем случае. И, наверное, ни один домашний любимец не выдержит такого графика, а с собой брать его тоже не всегда удобно. Таня, ты считаешь себя красивой девушкой? У тебя есть комплексы? Если да, то какие? Есть у меня один огромнейший комплекс, у меня их не один, их множество, но он прям перекрывает все. Я считаю, что я недостаточно совершенна. То есть это... Я могу пересматривать свои выступления, могу пересматривать фотографии, могу переслушивать песни, говорить о том, что... Ну, сама себе, в первую очередь, и хотеть переделать, сделать лучше. И всегда стремлюсь, что можно сделать лучше. То есть, наверное, это недостаточно удовлетворенность собой, если говорить с точки зрения психологии. Но, тем не менее, возможно, это качество дает мне возможность расти и развиваться. Ты ожидала, что когда-то будешь выступать на сцене и снимать свои клипы. С чего ты начала? Что стало твоим стартом на пути в музыке и сцене? Наверное, в школе, когда я училась, я не могла себе даже представить, что я когда-то буду выступать на большой сцене вместе с именитыми артистами. Для меня это никогда... Это для меня каким-то было мифом, нереальностью, потому что, может быть, даже каким-то... Как будто это в другом мире происходит. С детства мне родители пытались привить точные науки, и больше всего это математика, причем я была отличница этой математики. Родители мне говорили, ты будешь либо юристом, либо экономистом. Естественно, я отучилась на экономическом факультете по специальности антикризисный управляющий. И даже как-то у меня никогда не было мысли подумать о том, что я когда-то буду выступать на сцене. Но во все мое детство и все мое студенчество я училась и выступала. Я училась и выступала на разных конкурсах. Это были и творческие конкурсы, и конкурсы красоты. И когда училась в университете первый год, я нигде не участвовала, ни на одном конкурсе. И я не понимала, почему-то мне так прям... Ну вот как-то мне не так. Мне не хватало чего-то интересного. Не было в моей жизни того, что мне всегда нравилось. И на втором курсе уже появились различные конкурсы, в которых я стала принимать участие. И после того, как я начала уже вести активную деятельность в университете, меня стали замечать. Заметили в модельном агентстве больше. После этого пригласили, поучаствовать в конкурсе «Ростовская красавица». После этого, когда я победила на этом конкурсе, я поучаствовала на конкурсе «Мисс Россия» 2006. И, естественно, победила. И после этого я передала корону. Вот как-то конкурсы красоты всегда в моей жизни, они были перед сценой. Даже так было всегда в школе, в университете. И получается уже в такой сознательной жизни.